Приветствую вас! И, отвечая на ваш вопрос, мне бы хотелось сказать вам следующее. Значит, о вашей ситуации имеет смысл написать человеку, что вы бесконечно рады, что он есть на свете. И, например, поблагодарить его за это. То есть, сказать ему спасибо, что ты есть. Это одновременно и очень хорошее поздравление, душевное, искреннее и прочее. С другой стороны, это четко дает мужчине понять, что вы не безразличны. На мой взгляд, подобная формулировка выполняет те две задачи, которые вы хотите. То есть, и поздравляет, и в то же время показывает, что вы не безразличны, и в то же время оставляет возможность для интерпретации ситуации как обычное дружеское поздравление. Вы пишите, что ушел он сам, обидящаясь на ситуацию. Здесь, опять же, уважаемый аноним, решать нужно вам. Не торопитесь извиняться перед человеком за ситуацию, на которую он обиделся. Потому что обида человека, это всегда проблема самого человека. Об этом не стоит забывать. Вот. Ну и вы вполне могли допустить ошибку. Я это осознаю. Поэтому говорю вам о том, что прежде чем, вот прежде чем просить у него, например, обращение, да, вам имеет смысл сперва возобновить с ним диалог. Нужно, чтобы диалог у вас был, любой хотя бы диалог был, чтобы было такое, знаете, ну, постоянное общение, скажем так. Это для вас необходимо. И если это постоянное общение будет, то однажды вы сможете сказать ему о том, что, вот, так и так, я очень переживаю, что так-то произошло, мне безумно жар, я хочу, чтобы ты знал, например, что, допустим, я тебя, я не хотел этого, что у меня по-прежнему к тебе чувству, ну и так далее. Вот. Но делать это нужно не сейчас и не в день рождения, безусловно. В день рождения вы просто говорите человеку те слова, которые я вам сказал. И они, эти слова, позволят вам понять. Есть ли у вас шанс на то, чтобы его вернуть, или нет? Потому что, если мужчина отреагирует на ваши слова простой шансы, какой-нибудь, ну, то есть обычная вежливость и не более того, значит, шансов вернуть его у вас нет, по сути. Либо вопрос, что нужно дать какое-то время выждать. Я понимаю, что вы можете испытывать чувство вины за то, что произошло перед ним. Вот. И, соответственно, именно в части своей ответственности за ситуацию, вам нужно попросить прощения. Делать это искренне, но лаконично. То есть не расписывать все очень-очень много. Мужчины – это все что-то, которые признают логику, логику мужику и факты. Это вот то, что вам нужно сказать. Далее. Вы говорите. Вы говорите. Хотелось бы, чтобы он вернулся. Я, как и мой коллега Игорь Кудрышев, обратил бы на это внимание. И скажу вам. Так вы хотите, чтобы он вернулся, или вам просто хотелось бы? Вот определитесь со своими желаниями. Если хотелось бы, то это одно. Если я хочу, то это другое. Понимаете? Вот. Ну и еще, на мой взгляд, довольно-таки примечательное является то, что вы сказали, что ушел он сам, обидевшись на ситуацию. То есть вы как бы говорите о нем, но при этом о своей ответственности. В данном обстоятельстве вы не упоминаете. А жаль. Потому что это нужно. А жаль, потому что это необходимо. А жаль, потому что из этого можно сделать предположение, что вы, например, не очень хорошо, не очень адекватно несете ответственность за себя. Если вы не несете ответственности за себя, то нет ничего удивительного, что ваше отношение распадет. Потому что человек, который имеет проблемы с ответственностью, которую он несет за себя, не может выступать нормальным партнером в отношениях. К сожалению. И это, опять же, проблема. И в первую очередь, это проблема ваша. Поэтому сперва, перед чем говорить о том, что вам хотелось бы, чтобы он вернулся, и помимо того, что, прежде чем показывать ему, что он вам небезразличен, предотлительный, значит, прежде всего, нужно, чтобы вы определили для себя, все-таки, почему он ушел от вас, именно что вы сделали, и что вы можете сделать, чтобы этого не повторилось. Потому что, видите ли, если даже вы его вернете, человека, видите ли, если даже вы вновь будете вместе, но при этом проблематика останется. То есть, я имею в виду, вот вы его вернули, а конфликт, имею в виду, ну, ладно, никуда не делся. Если так, то он вновь идет, он вновь обидится, понимаете, и вы, наверное, этого не хотите, если он вам небезразличен. Кстати, а небезразличен, это как? Вы его любите, вы ему заимпатизируете, он вам нравится, или что? Небезразличен, это как? По вашему мнению, по вашему восприятию. поясните, пожалуйста, это тоже очень, очень важный момент, о котором нужно обязательно вам подумать. потому что, исходя из того, что вы с нему чувствуете, исходя из этого, можно же будет делать какие-то предположения относительно того, как вам себя вести с ним, и как он вам воспринимается. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его вы лучшим. Желаю вам удачи, всего доброго и успешного разрешения данной ситуации.